Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы уже анонсировали, депутат Сейма от Факции Согласия Брисовича на студии. Добрый день. Добрый день. Много интересных вопросов. Мы обычно по пятницам подводим итоги недели. Может быть, начнем по порядку. Вчера многие даже поспешили назвать это каким-то знаковым решением. Я имею в виду, что в окончательном чтении был принят законопроект еще предыдущего президента Вейниса об автоматическом предоставлении гражданства младенцам, у которых оба родители не граждане. Мы знаем, что этому предшествовало. И вчерашние дебаты. Такой вот был образчик ненависти господин Домброва со своими высказываниями. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что кардинально никаким образом проблема массового безгражданства это не решает. Но речь идет о 10, может быть, 20 детях в год. Это хорошо, чем ничего. Но, в принципе, ведь это ничего кардинально не меняет. Не так ли, Борис? Да, я совершенно согласен. У меня тоже очень смешанные. Эмоции по этому поводу. С одной стороны, ну, хорошо, что в конце концов это произошло. Причем это не политическое решение. Это не какой-то жест доброй воли. На самом деле, исключить возможность появления новых лиц без гражданства это международное обязательство Латвии. Это требование, в частности, Конвенция о правах детей. Самая популярная конвенция, которую подписало самое большое количество государств. К комитету ООН по правам детей неоднократно указывал Латвию, что вот эта возможность оставить ребенка апатридом противоречит нашим международным обязательствам. Вообще нет, наверное, такой международной институции, которая бы не указывала Латвии на эту проблему с правами человека, которая не касается языков, не касается прав меньшинств. Это права детей. И, видимо, в конце концов, все-таки это давление сыграло свою роль. И, в общем, это, конечно, хорошо. С другой стороны, теперь я уже предвижу, как это будет пропагандистски использовать. Да, поднимут на факт и скажут, что чуть ли не совершил подвиг. Все проблемы решены. У нас была одна проблема с гражданством. Теперь она решена. Теперь у нас все в полном порядке. Ну, естественно, а вот эти националисты, они изображают роль такого возмущенного общества. Хотя, на самом деле, социологические опросы показывают, что и среди латышей большинство было за то, чтобы признавать детей гражданами. И, в общем, тут каждый играет свою роль. Это вообще какой-то абсурд. Уже государства СССР нету, сколько там, 27 лет, почти 30, а нам сообщают, что рождаются граждане бывшего СССР, по большому счету. Ну, конечно. И, в общем, ну, причем никакого единой позиции коалиции не было. Я бы не очень сильно радовался еще потому, что это решение было принято только исключительно благодаря голосам оппозиции. И, ну, конечно, было бы, наверное, не очень умно и не очень правильно с нашей стороны сорвать принятие этого решения. Поэтому мы все-таки за дело тут как бы сочтем со славой, как говорится. Но, в общем, только за счет голосов коалиции, конечно, это не прошло бы. Потому что в полном составе против этого решения голосовало не только национальное объединение. Ну и новые консерваторы. Ну и новые консерваторы. И там пару человек из КПВ. Ну, конечно, КПВ – это партия, которая только формально существует. На самом деле она уже развалилась. Но, тем не менее. И более того, я не слышал четко выраженной позиции президента Левица по этому поводу. Ведь мы же помним. Что-то он говорил, что вроде бы идея неплохая, но горячей поддержки он не выражал. Абсолютно. Потому что эта идея, в общем, явно противоречит той концепции, которую Левиц систематически продвигает. Концепция языка как основы государственности. И, собственно говоря, Латвии для латышей. И, видимо, ну как-то торпедировать, выступать против инициативы своего предшественника Вениса как-то для него было бы не очень хорошо. Ну, в общем, так, довольно кисло он это дело разрешил. Думаю, что все-таки подпишет он этот закон, но без всякого восторга. Поэтому, ну вот, сложилось такое очень узкое окно возможностей, когда Венис, которому тоже, в общем, особенно нечего было терять, который не очень ориентировался в этих ситуациях. Вот ситуация с этими вопросами, он вышел с этой инициативой. Ну, с одной стороны, конечно, хорошо, что либералы, наконец, показали свой либерализм, несли поправку на второе чтение, чтобы распространить эту норму и на тех детей, кто родился раньше, там, с обратной силой на 15 лет назад. Ну, и это не пошло. Ну, они мало чем рисковали, они знали, что это не пройдет. И, в общем, у меня не сложилось впечатление, что они готовы были грудью ложиться на амбразуру. Потому что в коалиции свои разборки, и это не тот вопрос, который является ключевым для важнейших коалиционных партий. Если бы они хотели, они бы, конечно, это продавили. Но для либералов там из пары, в Латвии-Осадости бы, естественно, есть гораздо более важные вопросы. Они сосредоточились на том, чтобы перенять контроль за самоуправлениями. На это направлена, конечно, и реформа самоуправлений, и вот эта отчаянная борьба против рижских властей. Поэтому, ну, кто такие дети, они граждане, для того, чтобы пожертвовать какими-то материальными интересами. Поэтому, в общем, серьезной борьбы вокруг этого не было, и эта поправка не прошла. Да, вот с другой стороны, вот мы говорим об этой поправке, но надвигается куда более серьезные изменения, если верить, по крайней мере, представителям ТБВС в Латвии, которые сказали, что им удалось убедить партнеров по коалиции о том, что уже хватит нянчиться, пора полностью всю систему образования, начиная от детских садиков, переводить только на латышский язык обучения. Как это будет оформлено в качестве поправок, мы еще увидим. Видимо, Министерство образования уже дано поручение соответствующее. Как вы это все оцениваете, и есть ли это попытка грубо нарушить все международные обязательства Латвии в этой сфере? Нет, несомненно. Это, собственно говоря, явно противоречит не только международным обязательствам Латвии, но и самым общим стандартам прав меньшинств. И эти намерения правительства, они остались незамеченными, это я могу сказать определенно. Не остались незамеченными? Мы остались незамеченными, к ним проявляет очень большой интерес со стороны практически всех уполномоченных лиц международных организаций, которые занимаются правами человека и правами меньшинств. И я думаю, так просто это не пройдет. Я не хотел бы сейчас вдаваться в детали, но мы ведем интенсивный диалог со всеми соответствующими институциями. Я думаю, что какие-то действия последуют. Кроме того, думаю, что эти решения будут торпедировать все более или менее профессиональные люди, в первую очередь из Министерства образования, потому что они, в отличие от политиков, достаточно хорошо представляют себе ситуацию в школах и прекрасно понимают, что и сегодня не хватает учителей. Не хватает их и в латышских школах, но в школах с программами меньшинств особенно. И, по сути дела, негласно это правительство реализует вот такую программу приватизации образования. То, что уже произошло в медицине, на самом деле, то, что реально действует простой принцип. Если хочешь лечиться, плати. Очень немногие люди могут действительно реализовать свои гарантированные законом права на медицинское обслуживание за счет бюджетных средств. Просто все равно хоть частичная оплата, хоть какая, но оплата есть. И то же самое сегодня происходит в системе обязательного образования. Вы видели где-нибудь статистику о количестве детей, которые переходят на домашнее обучение? Нет никаких официальных данных о школах, которые предлагают этот Талмацибас, дистанционное образование. Причем это и латвийские школы, и российские школы, и школы с английским языком обучения Западной Европы. Естественно, все это стоит денег. Резко вырос рынок репетиторских услуг. Причем как официальных, так и совершенно неофициальных. Учителя, которые уходят из школ, потому что не готовы заниматься профанацией. Естественно, на них очень большой спрос, если это хорошие учителя. Они занимаются отдельно. То есть родители, помимо своих налогов, должны еще оплачивать услуги репетиторов для того, чтобы обеспечить школьное образование. Но у меня складывается впечатление, что очень многих политиков, правящие коалиции, эта ситуация полностью устраивает. Есть такая латышская пословица «На мана цук, а на мана дрова». То есть «Моя хата с краю». Ну не хотят, ну ладно, пусть экстерном сдают или где-то еще, пожалуйста. Но это разгрузка школ. То есть они решают эту проблему финансирования школ за счет удаления из школ учеников. Учеников можно оптимизировать, закрыть, как они надеются. Да, и ученики действительно сами уходят, потому что реально школа не дает тех знаний, которые нужны потом для того, чтобы выпускник мог эффективно конкурировать на рынке труда. Цель коалиции, в принципе, понятна. Ликвидация школ у нас сменьшилась, да? Не совсем так. До дела, может, они останутся, да? Нет, нет, не совсем так. Я думаю, что реально проговорился такой наивный профессор Вейсбергс, у которого было вот это интервью Нед Кори Гаритави, за которое потом очень широко перепечаталось. Вот это классический пример, что у коалиции на уме, то у него на языке. Он заявил, что нельзя смешивать русских детей, латышских детей в одной школе. То есть нет, русские должны оставаться в своих школах, но с обучением на латышском. Причём он сказал, ну, может быть, им даже можно оставить какие-то часы, родной язык, чего-то такое. Может быть, так, исходительно, да? Но смешивать нельзя. А почему же? Ну, потому что это влияет. Ну, нужно сохранить чистоту культурную в латышской школе, потому что у русских детей другая ментальность, у них другая энергия. Причём они испортят латышских детей, как бы разбавят это всё. На самом деле ничего нового в этом нет. Ещё в 95-м году, когда министром образования был такой Марис Гринблотц, в то время лидер ТБ ЛННК, ещё в Весу Латвии там ещё не существовало, это была какая-то маргинальная группа, там только в планах. А ТБ уже входило в правительство, и Гринблотц был министром образования, и в официальном документе Министерства образования, которое было им подписано, было записано именно это. Недопустимо механическое смешивание русскоязычных и латышских детей в рамках одной школы. То есть, на самом деле, с точки зрения международного права, эта система имеет очень чёткое название – сегрегация. Когда сейчас некоторые люди, даже на заседании Конституционного суда, говорят о том, что у нас сегрегированная система образования, это юридически безграмотно и неверно. Потому что есть конвенция ЮНЕСКО о ликвидации и дискриминации в области образования 60-го года, в которой чёрным по белому написано, что существование отдельных школ в силу религиозных или языковых причин, в случае, если эти школы обеспечивают те же стандарты образования, если участие в этих системах является добровольным, не является дискриминацией, не является сегрегацией. Добровольная, да. Да, вот сегодня такая система существует. Её предлагают заменить системой, когда просто русские дети, латышские, русскоязычные дети, латышские дети учатся по одним программам на одном языке, но раздельно. Вот это будет сегрегация. Вот это классическая сегрегация. И, на самом деле, я думаю, что это один из вопросов, по которым латвийскому правительству придётся вести весьма непростой диалог. Это так, мягко говоря, да? Да. Но ведь ещё есть одна уникальная ситуация. Не знаю, у вас, естественно, больше такой международный опыт. Можно ли найти ещё где-то страну Европейского Союза, где государство грубым образом вмешивается в языковые пропорции в частных школах, а теперь уже и в вузах, где частные вузы уже больше, к примеру, на русские программы принимать студентов за плату не могут. Я такого не знаю. Ну, есть отдельные элементы регулирования, но такого полного запрета, который предусмотрен нашим законодательством, нет. Мы знаем, что вот 15 октября Конституционный суд рассматривал этот запрос. Он объединил несколько исков, иск Тенгиза Джабути, других нескольких родителей частных школ и выделенную часть нашего иска, который подали депутаты от согласия. Всё это было рассмотрено в письменном процессе и примерно в течение месяца вердикт Конституционного суда будет опубликован. А по вузам ещё впереди рассмотрение? По вузам дата рассмотрения ещё не назначена. Наш иск депутатский принят к рассмотрению, но дата ещё не назначена. Ну, я не хотел бы комментировать исход судебного процесса. Ну, если что, есть возможность и для стран русского суда, да? Это как раз тот случай. В данном случае есть. Что касается публичных школ, то, в общем, шансы очень сложно оценить, поскольку есть определённые прецеденты, когда суд... Ну, суд рассматривает только жалобы на нарушение тех прав, которые впрямую предусмотрены Конвенцией. И когда-то суд сказал ещё в 68-м году в бельгийском языковом деле, что выбор языка образования не является частью права на образование, как оно записано в Конвенции. Я так очень грубо говорю. Правда, были и другие прецеденты. В частности, в 2000 году в деле Кипр против Турции суд признал нарушением отсутствие средних школ с греческим языком обучения на северной части Кипра. Но там были разные важные нюансы. Как бы не будем даваться, давайте, в юридические подробности. Но частные школы – это несколько иной случай. Поэтому тут я не берусь прогнозировать исход суда и дальнейшие действия родителей в случае неблагоприятного исхода. Но давайте дождёмся, что Конституционный суд у нас будет. И по вузам тоже, я думаю, что и дождаться. Да, и по вузам тоже. Но вот что касается публичных школ, мне известны два прецедента. Ну, скажем так, послевоенное время, когда исторически существующая и востребованная система образования меньшинств была ликвидирована против воли родителей, учеников и учителей, принадлежащих меньшинствам. Один прецедент – это Ирак, когда Саддам Хусейн своим указом закрыл все курдские школы. И, кстати, это ставилось ему в упрёк наряду с другими преступлениями. Я специально нашёл эту цитату. Когда решался вопрос о поддержке американского вторжения в Ирак, тогдашний премьер-министр Эйнар Срепша, выступая с трибуны Сейма, перечислял преступления режима Саддама Хусейна и, в числе прочего, назвал ликвидацию курдских школ. Обеспокоены мы были этим вопросом. Да. И второй прецедент – это Милошевич, который после обострения ситуации, опять же, одним своим рощерком пера ликвидировал все албанские школы в Косово. Ну, как мы знаем, и в том, и в другом случае кончилось всё это не очень хорошо. Не стоит нам идти по этому пути, да? Ну да, но действительно очень трудно представить себе, что государство Европейского Союза в 21 веке может следовать примеру диктаторов. Да. Вот если мы говорим вообще о такой вот международной тематике и вообще вопросе межпарламентского диалога, вы многолетний участник латвийской диригации в Парламентской Ассоциации Европы. Я даже думаю, что, наверное, второго такого депутата все имени найти, который бы так долго работал в делегации национального парламента. Я вам больше скажу и в Ассамблее, я сейчас самый долговременный депутат. Ну, скорее всего, да. Так оно и есть. Последняя сессия, которая была, вызвала, может быть, ряд вопросов или даже, может быть, недопонимания. И у наших радиослушателей, потому что информация была противоречивая. Вроде бы латвийская диригация не бойкотировала ПАСЭ, в работах в комитетах участвовала, но вроде в каких-то юбилейных мероприятиях, в допленарных заседаниях не участвовала, при том вся. Как на самом деле? Давайте хотя бы сначала разъясним ситуацию. Ну, примерно так и было. Естественно, но вся эта история началась гораздо раньше, в июне, когда на повестку дня был поставлен вопрос о возвращении российской делегации своих полномочий в полном объеме. Ну, в общем, не секрет, что это была инициатива президента Макрона. Он, как любой неофит, как бы у него есть идеи во всех отношениях. Он решил, что вот сейчас мы начнем с чистого листа, там, диалог с Россией всюду. Ну, эта идея была воспринята очень неоднозначно, и некоторые делегаты ПАСЭ, в общем, заговорили о бойкоте. Ну, я всегда к идее бойкота относился достаточно сдержанно, потому что это, на самом деле, худшее, что можно придумать. С другой стороны, я очень скептически отношусь и к возвращению России в ПАСЭ, потому что, ну, у меня как бы больше возможностей там и общаться с российскими депутатами, и следить за российской политикой, у меня нет никаких иллюзий. Потому что ведь, видите, Совет Европы – это все-таки организация несколько особая. Для международного диалога, для дипломатического диалога на разных уровнях есть такие организации, как ООН или ОБСЕ. ОБСЕ – это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это большой круглый стол, за которым сидят все государства, которые разговаривают, ведут диалог, пытаются найти решение этих проблем. Совет Европы – это несколько иная организация. Это организация, основанная на каких-то базовых принципах – уважения прав человека и демократии. Участие в Совете Европы добровольное. Не все государства хотят в него вступить, и не все государства соответствуют тем критериям. То есть это клуб с определенными условиями членства. И, скажем, вот такой очень болезненный для всех вопрос – это участие Белоруссии. Потому что сегодня мы видим, что по всем параметрам политический режим в Белоруссии значительно улучшается, ну так просто говоря. То есть там больше нет политзаключенных. В Белоруссии, в общем, развивается гражданское общество. Там остаются достаточно серьезные проблемы. Но если сравнить Белорусь с некоторыми другими государствами, которые являются полноправными членами Совета Европы, то там ситуация существенно лучше. Но есть одна проблема – в Белоруссии существует смертная казнь. И в свое время, когда Белоруссия имела статус особого гостя, так называемого, и шли переговоры о вступлении в Белоруссию, в какой-то момент руководство Белоруссии решило провести референдум о отмене смертной казни, чего, конечно, делать ни в коем случае не стоило. Мы знаем, что во многих государствах Совета Европы большинство до сих пор выступает за сохранение смертной казни. Хотя, в общем, все специалисты, все эксперты, все в один голос признают, что на самом деле сохранение смертной казни никак не помогает борьбе с преступностью. Есть огромная статистика. Там есть масса всяких проблем. Но вот это было сделано, и сегодня как бы референдумом было принято решение о том, что смертная казнь в Белоруссии сохраняется. Она применяется очень редко, но время от времени все-таки применяется. И вот это становится препятствием. Диалог с Белоруссией возобновлен, он идет достаточно сложно. Обе стороны ищут решение этих проблем, но, тем не менее, Беларусь не является членом Совета Европы. Россия до определенного момента поддерживала этот диалог. Он был очень непростым, но, тем не менее, действительно, по крайней мере, на словах общие ценности, общие принципы признавались. Начиная с определенного момента, мы видим, что Россия заявила, что нет, мы с вами не согласны. Этот лозунг «Единая Европа от Лиссабона до Владивостока» был снят. На самом высоком уровне Россия заявляет о том, что Европа, вы нас кинули, и, в общем, мы теперь будем, мы не считаем себя частью Европы, мы создаем свои евроазиатские союзы, мы видим, что это происходит, что взято ление на сотрудничество с Китаем, с другими государствами азиатскими. Ну, это выбор России. Но тут уже нужно как бы решить. Если ты хочешь быть в этом клубе, соблюдая его правила. Если не хочешь, мы поймем и будем поддерживать диалог в других форматах, другими способами. А превращать Совет Европы в еще одно ОБСЕ, я думаю, смысла никакого нет, потому что зачем нам две ОБСЕ? Я считаю, что принципиально важно сохранить ту уникальную систему защиты прав человека, которая в рамках Совета Европы создана. И, конечно, у меня очень много было разговоров и дискуссий на эту тему, в частности, со своими старыми друзьями из-за российского гражданского общества, правозащитниками российскими. У них мнения делятся тоже. Некоторые считают, что да, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять эти нормы и принципы Совета Европы, то она не должна там оставаться. Другие говорят, нет, ну смотрите, ведь все-таки пока Россия хотя бы формально является членом Совета Европы, пусть даже не участвует в работе парламентской ассамблеи, российские граждане имеют право подавать жалобы в Европейский суд по правам человека, и, в общем-то, решения Страсбургского суда выполняются. Ну, очень много пишут о том, что вот отдельные решения не выполняются, там по Подарковскому и так далее, но большая часть решений выполняется. Люди получают компенсацию, людей освобождают из тюрьмы, и, опять же, Россия далеко не самое худшее государство с точки зрения исполнения решений ЕСПЧ. И я вижу, как бы, аргументы обеих сторон достаточно серьезные. Но насколько этот диалог будет эффективным, ну, время покажет. Честно говоря, пока у меня весьма скептическое представление, потому что я помню времена, когда действительно в состав российской делегации входили представители разных политических партий, был весь спектр. Сейчас и позиция оппозиции все говорят одно и то же. – Борис Ильич у нас в студии, на этой интересной мысли, может быть, переверемся буквально пару минут у нас сейчас реклама, и потом вернемся в студию. – Микс Ньюз. – Борис Ильич у нас в студии, мы, интересно, вели диалог, конечно, и в перерыве. Тем не менее, вот не вдаваясь, может быть, во все эти нюансы, все равно, наверное, какая бы ни была та или иная делегация, ну, нет иного пути, мне кажется, вообще для международных организаций любых, как какой-то диалог, потому что, ну, иначе в каждой стране найдется целый список претензий, и к Латвии, как мы их констатировали, в первой части тоже целый ряд претензий, которые вообще тоже ставят под сомнение выполнение некоторых обязательств Латвии. Возьмем еще целый ряд стран, которые, кстати, географически даже в Европе не находятся, хотя в Совет Европы входит, там тоже, я думаю, список претензий наберется большой, но мне кажется, что тем не менее, все равно должен быть какой-то диалог. Нет, конечно, диалог есть, но видите, диалог – это не самоцель, диалог – это средство, то есть, ну, видно же, какое отношение к этому диалогу, поэтому, нет, я двумя руками за диалог, я действительно считаю, что он нужен, и я постоянно пытаюсь использовать все возможности убеждать наших российских коллег, что, ну, вы сделаете хотя бы какой-нибудь символический шаг на встречу. Я очень надеюсь, что это произойдет. Ну, в январе, на январской сессии, когда будет остановить насилие, кровопролитие на Донбассе. Ведь сегодня ключ к миру на Донбассе в руках России, все это прекрасно понимают, все эти там ДНР, ЛНР, ну, все мы прекрасно понимаем, что на 200% зависит от России. Конечно, просто вот как бы все бросить и уйти – это не вариант, потому что там как бы тогда нужны гарантии безопасности тем людям, которые лично как бы не виновны, на чьих руках нет крови. Понимаете, вот когда вся эта история началась тогда, ну, в общем-то, ну, я действительно не понимаю, зачем это России было нужно. Ну, никто же не верит реально в то, что действительно там шахтеры вылезли из шахт, там, откопали там пулеметы или там купили в магазине. Ну, нет, ну, понятно, что там все это было хорошо организовано, было снабжение, были там советники и были российские войска в критические моменты, когда это было нужно. Ну, тот же Стрелков там об этом говорит. Это, в общем, это такой секрет Палешинеля, хотя бы там количество там российских военных, которые погибли. И, в общем, все это прекрасно понимают. Но это ладно, это то, что было, там, то, что было. Сегодня вот в теории этнических конфликтов есть такое понятие – это трансформация конфликта. Вот посмотрим, например, на Северный Кипр. Это очень похоже. Там действительно у турок, киприотов были основания опасаться, потому что после переворота черных полковников в Греции, греческие киприоты под давлением черных полковников разорвали все соглашения, и действительно началось насилие в отношении турок. Турция вела войска для того, чтобы их защитить. И остались там они, да? Да, и остались там. Была кровопролитная война, и, в общем, тогда действительно удалось развести стороны, и началась так называемая стадия трансформации конфликта. Вот за 30 лет достигнут очень серьезной прогрессии. То есть сегодня как бы формально на бумаге – это Турецкая республика Северного Кипра существует, и никто не признает, кроме Турции. Но там очень даже неплохо живут, да? Они живут гораздо хуже, чем греки на юге. Да, это правда. У них нет международного аэропорта, у них нет туристов, у них намного ниже доходы. Но сегодня… Первый раз я там был с одной международной организацией, как стажер, там в середине 90-х. Тогда действительно была там граница на замке, там все проверяли, там нельзя было переходить. Сегодня никакой границы нет. Греки-киприоты и турки-киприоты… Бум-таргой недвижимости там, в общем, да. Они переходят там с проводной через границу, ездят, турки-киприоты учатся в университетах на юге. Очень большие деньги, в том числе и евросоюзовские, вот эта помощь, они вкладываются в восстановление инфраструктуры, исторических памятников турецкой части Никосии. То есть, по-прежнему юридический вопрос статуса северного Кипра не решен, он висит. Но людей не убивают. Вот это трансформация конфликта. Вот в постсоветских этих конфликтных ситуациях, но такой пример более-менее удачной трансформации конфликта только один – это Приднестровье. То есть, там действительно открытая граница, они ездят друг к другу, там нет стрельбы, не убивают. Все остальные конфликты, к сожалению, остаются горячими. Вот сегодня на Донбассе, с практической точки зрения, важно начать вот этот этап трансформации конфликта, перестать стрелять. И это очень непростая задача, потому что, ну, как бы Россия говорит, ну да, ну там вот у них свои власти, ну, власти там, понятно, полевые командиры, которые полностью от России зависят, если Россия захочет, это можно сделать. С украинской стороны там тоже далеко не все государство контролирует. Там есть вот эти добровольческие батальоны, которые сами по себе, и, как многие эксперты считают, по своим военным возможностям. И радикалы, которые не дают Зеленскому ничего сделать, по большому счету. Нет, ну, это некоторое преувеличение, потому что все-таки Украина отличается еще и тем, что все-таки она находится под очень серьезным влиянием. И американцев, и европейцев вынуждены считаться. То есть, на обеих сторонах эта задача непростая, и вот это решение перейти к мирному процессу, оно достаточно тяжелое на обеих сторонах, но Россия может это сделать. И если Россия это сделает, то это реально сделать и на украинской стороне. Поэтому вот что-то, хотя бы какой-то символический жест в этом отношении, вот это как бы дискуссии там о статусе, там где граница и так далее, это все можно продолжать в другом формате, главное перестать людей убивать. И вот, ну, пока как бы я не вижу вот этого. И еще один момент, ну, не знаю, я вот, честно говоря, очень тяжело смотреть российское телевидение, вот эти все передачи, это, ну, я пожилой человек, я хорошо помню советское пропагандистское телевидение, но вот там некоторые эти пропагандистские передачи, это еще хуже. Это такая, ну, понимаете, это сплошная истерика вот такая получается. Я не могу это воспринимать, когда с первой минуты все начинают кричать, причем одновременно. То есть это уже такая обработка там не информационная, какая-то чисто эмоциональная, психологическая. И, в общем, ну, вот это опять же, как в советское время, кругом враги, все только и думают, чтобы нас там завоевать там и сделать нам плохо. Ну, мы-то знаем, что это не так. То есть я с европейскими политиками общаюсь постоянно. Да, там есть патологические русофобы, которые спят и видят, как бы там, ну, и Россия что-то сделает. Ну, их не то, что не большинство. Это очень маленькая фракция. Поэтому, ну, основные, действительно, люди, которые, может быть, немножко наивные, может быть, немножко прекраснодушные, которые действительно искренне хотят дружить с Россией и искренне боятся ее, когда видят, что, в общем, ну, как бы, действительно, вот эти возможности, когда сколько вкладывается вооружение, и как Россия действует на том же Донбассе и так далее. Ну, вот это решение, ассамблея, которое было принято в июне, это действительно вот такой вот очень широкий шаг навстречу. Но если, как бы, не будет никаких результатов, то эти люди разочаруются, и отношения станут еще хуже, чем они были до этого. Поэтому тут нужно двустороннее движение, но для того, чтобы диалог был успешным, нужно желание с обеих сторон. Я вижу такое желание со стороны, ну, большинства, скажем, своих коллег европейских депутатов. Пока, к сожалению, вижу такое желание только со стороны, ну, скажем так, отдельных членов российской делегации. И мне не представляется, что это доминирующе больше. Кажется, что вот люди приезжают для того, чтобы там перед камерой что-то опять там сказать. Вот вы там, сволочи, гейропа, бла-бла-бла, что все это показали. И используют только вот это возвращение в пассе только для вот этой личного пиара и какой-то пропаганды. Может быть, я понимаю, тема, наверное, отдельного разговора, и времени сейчас не будет, но у меня такое ощущение, что, не перекладывая ответственность, у меня такое ощущение, что это и проблема своего пассе. Ведь если говорить откровенно, вы там, так сказать, давно, как мы констатировали, ведь кроме, вот если совсем откровенно, ведь кроме суда по правам человека, механизмы остальные пассе, но не очень слабенькие. Ну, ведь влияние резолюций и так далее, но оно нулевое. Может быть, я не прав, конечно, да? Ну, близко к нулю, если откровенно. Это зависит от того, насколько то или иное государство заинтересовано в пассе. Вот есть такое понятие политическая кондициональность. Вот когда Латвия вступала в Евросоюз и НАТО, тогда мнение некоторых институций Совета Европы было важно. Конечно. Так же, как и сейчас, скажем, наши коллеги из Албании, или из Северной Македонии, или из Грузии, очень прислушиваются к рекомендациям пассе. Да, а мы уже нет. А мы уже нет, да. И это, конечно, была огромная ошибка Евросоюза и НАТО. Мы предупреждали еще тогда, что на самом деле вот это заключение о том, что Латвия соответствует всем требованиям, всем стандартам, это далеко не так. Когда там правительство и парламент что-то делают под давлением внешним, то это не значит, что они эти стандарты и правила, в общем, действительно уважают и будут следовать им и дальше. И многие это уже понимают. Но, видите, дело в том, что Совет Европы – это же довольно большая организация. То есть, помимо ассамблеи и суда существует ряд так называемых экспертных комитетов. Есть Комитет против пыток, Европейская комиссия против расизма и нетерпимости. Есть Совет Рамочной Конвенции. И тут очень важно, чтобы была координация между всеми этими организациями. Вот, собственно, чем я и пытаюсь заниматься. И мы видим, что вот по той же самой реформе образования, как бы тут. Но, видите, рассчитывать на то, что к нам будет проявляться больше внимания, чем к тем государствам, где реально есть столкновение, есть жертва и льется кровь, конечно, не приходится. Конечно, в первую очередь внимание тем, где есть проблемы. Насилие. Да, и, может быть, для нас это не очень плохо. Да, уж лучше, чем насилие. Это уже однозначно. Может быть, такой последний вопрос. Не могу его не задать, зная, что вы действительно один из тех, кто стоял у истоков согласия. Это прекрасно знают и наши радиослушатели. Конгресс будет 26-го числа, 26-го октября. Много об этом уже говорилось. Внимание приковано. Три кандидата в председатель правления. На ваш взгляд, если так откровенно, действительно ли в согласии есть какой-то некий кризис или его искусственно пытаются нагнетать, потому что смотришь рейтинги, да, не какое-то падение популярности есть, но, тем не менее, согласие на протяжении уже многих последних лет все равно лидер политического... Ну, известно, что кризис – это двигатель прогресса. Да, можно и так это воспринимать. Нет, ну, я не знаю, я думаю, что кризис – это, наверное, достаточно громкое слово, но, естественно, никогда развитие не происходит линейно. Всегда есть какие-то сложности, какие-то точки бифуркации, там, мы говорим математическими... Это вас физик уже говорит. Ну, да. Но была подобная ситуация, первая, наверное, в истории партии еще в 95-96 году, когда часть членов партии предложила объединиться с партией «Саймникс». Тогда тоже был очень бурный съезд, большинство на съезде проголосовало против этого предложения, тогда вот эта часть членов заявила о выходе из согласия, ну, и тогда нам тоже говорили, некоторые же коллеги-журналисты писали, «Ну, все, значит, сейчас вот такая мощнейшая партия «Саймникс» в правительстве, а эти там какие-то... Ну, вот прошло с тех пор почти 25 лет, где сегодня «Саймникс», да, где сегодня согласие. Была еще одна кризисная ситуация после того, как большинство съездов в 2002 году проголосовало, в 2003-м проголосовало за выход из объединения «За пчел», и после этого, когда список ПНС, возглавляемый Янисом Юркенсом, не прошел 5-процентный барьер на выборах в Рижскую Думу, тоже была очень серьезная ситуация, когда было принято решение о создании объединения, консолидации левоцентристских сил, Янис Юркенс заявил о своем уходе из партии, тоже очень многие предсказывали, «Ну, все, теперь вам конец», там, Юркенс был таким ярким лидером, по сути, это было лицо партии, в общем, он и был там, как бы олицетворял партию, без него вы ничего там не сможете, но в итоге получилось не совсем так. Совсем не так, да. Совсем не так. Так что, ну, в общем, сейчас тоже, да, мы стоим перед определенным выбором, я считаю, что это очень позитивно, что у нас есть несколько кандидатов на пост лидера, вы сказали три, возможно, и больше, поэтому там, там, как бы, ну, я сейчас не хотел бы вдаваться в детали. Ну, могут быть у кризиса, да? Да, вполне, поэтому то, что он, ну, впервые правление приняло решение провести тайное голосование по выборам председателя правления партии, я считаю, что тоже очень позитивно. Я думаю, что на съезде будет открытая дискуссия, ну, и скажу вам откровенно, что, в общем, не секрет, что за то время, что партия была правящей партией в Риге уже много лет, к нам пришло много людей, которым, в общем, все равно, в какой партии быть, главное быть во власти, иметь доступ, там, к дележке пирожков. И эти люди уйдут, этот процесс уже начался, как мы знаем. Может быть, это и неплохо. Это хорошо. Я считаю, что это очищение партии, это всегда хорошо. И, конечно, если кто-то из... Ну, известно, что, в общем, там, медные трубы пройти порой бывает сложнее, чем огонь и воду. И если кто-то из наших товарищей не выдержал соблазна, не выдержал искушения, ну, что ж, можно им только посочувствовать, но нам с ними не по пути. Поэтому я думаю, что на съезде будет принципиальная дискуссия. И, наверное, да, после съезда не все нынешние члены партии не останутся. Но я достаточно оптимистично смотрю в будущее. Я вижу, что согласие занимает свою нишу, что мы востребованы. И до сих пор мы единственная партия, которая действительно, вот как в Латвии, как в Риге, есть люди разного этнического происхождения. Мы совершенно спокойно говорим там и на латвичском, и на русском языках. И, в общем, никого у нас это не смущает, вне зависимости от того, какой язык родной. То есть, да, мы, наверное, совершали какие-то ошибки. Значит, надеюсь, что нам хватит честности перед самими собой, чтобы эти ошибки осознать, признать и исправить. Поэтому так же, как и в 95-м году, так же, как в 2003-м году, я бы посоветовал тем, кто кричит о скорой смерти партии согласия, не торопится с выводами. Ну что ж, торопиться не будем. Понятно, что вы, наверное, тоже еще будете лично обдумывать, кому из кандидатов отдать свое предпочтение. Не исключено, я так понимаю, что будет активизировано, и, наверное, объединение центра согласия. Там тоже определенные изменения происходят. Ну, как бы пока оно находилось, то есть, оно юридически существует, но пока во всех последних выборах участвовала социал-демократическая партия согласия. У нас есть договоренность с второй партией, входящей в объединение, социалистической партией. Эта партия делегирует своих кандидатов в наши общие списки. И, в общем, пока это всех устраивало. Ну, возможно, это, конечно, нигде там не высечено в камне, но пока я, как бы, не знаю, не вижу никакой необходимости в том, чтобы как-то активизировать центр согласия. То есть, сегодня все-таки партия согласия вступила в Европейскую социал-демократическую партию, и думаю, что очень важно, чтобы вот этот бренд социал-демократический сохранялся на всех уровнях. Это написано на нашем знамени. Мы единственная социал-демократическая партия. Вот все эти попытки как-то создать какую-то правильную социал-демократию там в пику нам они, в общем, провалились. Я, в общем, честно говоря, вот с большой симпатией отношусь к многим людям, которые работают в партии прогрессивные. И, в общем, мне очень жаль, что вот пока у них ничего не получилось, они не попали ни в семь, ни в Европарламент. Потому что мне очень жаль, что они вот очень агрессивно вели себя по отношению к нам. У нас есть различия, но гораздо больше общего. Если они действительно стоят на социал-демократической платформе, мы могли бы очень неплохо сотрудничать, пока они до сих пор об этом и слышать не хотели. Насколько я понимаю, сейчас партия прогрессивная больше развернулась в сторону зеленую. Там, значит, как-то... Пытаются как-то... Спасибо, Гретя Тунберг, сейчас экологическая проблематика в моде. Насколько мне известно, у Европейской партии зеленых есть очень большие претензии к нашей партии зеленых. И не исключено, что Европейской партии зеленых, нынешних зеленых заменят как раз прогрессивные. Но все равно все возможности сотрудничества остаются. То есть все люди, которые... Действительно, все политики, которые признают важность равенства, борьбы против неравенства, социальной защиты людей, недискриминации, там, по любым признакам, все являются нашими естественными союзниками. Поэтому я им желаю добра. Но, честно говоря, я не вижу в них никакого конкурента. Да и пока что, по крайней мере. Поэтому мы занимаем свою нишу. Может быть, такой последний вопрос, если можно коротенько, не могу его тоже не задать. Осознаете ли вы все-таки, вы уже сказали, что вы не партия одной национальности, одной этнической группы, но, тем не менее, ведь это очевидные вещи, что очень многие русскоязычные голосуют именно за согласие. Осознаете ли вы свою ответственность? Почему я говорю? Поскольку мы видим, мы уже говорили в первой части о всех тех реформах языковых бесконечных, которые принимались, которые вступили в силу опять с 1 сентября. И мы видим, что возможности все ими повлиять на эту ситуацию, будем говорить откровенно, очень ограничены. На компромиссы правящие не идут. И в оппозиции тоже по этому вопросу вы остаетесь в одиночку, потому что те же Союз Зеленых Крестьян обязательно голосуют вместе с коалицией по этому вопросу. Даже ваш коллега Вячеслав Домбровский сказал, обращаясь к избирателям, что мы видим, что в парламенте мы компромиссы не найдем. Нет ли здесь такого ощущения какого-то, ну, бессилия, может быть, не то слово, а какого-то тупика? Нет, ну, надо честно делать свое дело. И надо бороться. Мы действительно очень высоко оцениваем то доверие, которое нам оказывают избиратели, в первую очередь русскоязычные. Но тут очень важно, как бы, ну, показать себя достойно. Мне бы очень хотелось, чтобы… То есть я, как старый правозащитник, я всегда двумя руками за то, чтобы люди отстаивали свои права. Но очень важно, как это делать. Нужно показать, что мы понимаем, какие сегодня существуют механизмы, что мы уважаем демократические ценности. А когда это… И в то же самое время очень важно чувствовать вот эту довольно зыбкую границу, вот эту красную линию, которую никто из нормальных людей не хочет переходить, за которой начинаются уже совершенно другие игры. То есть я это много раз наблюдал в разных частях Европы, когда проливается кровь, совершенно другая ситуация, и все это уже забывается. И сегодня я вижу только отдельных отмороженных товарищей, там даже среди самых отмороженных националистов, которые действительно готовы на это пойти. Абсолютное большинство людей, независимо от своих убеждений, не готовы. И, в общем, надо объяснять. Ну, как бы, мы будем делать все возможное. То есть у нас сейчас есть достаточно сильное представительство в Европарламенте, это как бы, это новая трибуна. Мы будем делать все возможное на международном уровне. И, конечно, самое главное, пытаться поддерживать диалог внутри Латвии. И здесь те латыши, которые у нас в согласии, которые с нами, которые понимают заботы русскоязычных, я думаю, что это вот тот самый золотой ключик, с помощью которого рано или поздно можно будет открыть дверь к решению этих проблем. Борис Сеевич, у нас был в студии, и большое спасибо.